МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три года без зарплаты в Николаеве рабочие военного завода перекрыли дорогу, требуют денег, добьются ли? Дамма без аксессуара Неляштепа не надела браслет, хотя пришла за ним в полицию. Почему обделили? Встреча, которую ждали в Нью-Йорке, несколько часов назад прошли переговоры Петра Порошенко и Дональда Трампа. Серьезный разговор, в ходе которого обсуждали самые острые проблемы. Дмитрий Анопченко видел, как проходила эта встреча. Лотте Пеллес, отель в самом центре Нью-Йорка на Манхэттене, сегодня с утра в флотном кольце силовиков. Подходы к нему перекрыли на несколько кварталов, в небе вертолеты, автомобильное движение только для кортежа первых лиц. Тут на время генассамблеи резиденция Дональда Трампа, где он проводит самые важные свои встречи. В полодиннадцатого утра по местному времени тут ждали Петра Порошенко. Переговоры в широком составе. Пресс-служба Белого дома пояснила нам, для каждой встречи вместе с Трампом другой состав делегации. Для обсуждения украинского вопроса в этот зал пригласили еще и вице-президента Пенса, госсекретаря Тилишсона, советника по нацбезопасности Макмастера, спецпредставителя по Украине Волкера. Я очень рад видеть сегодня президента Порошенко. Мы встречались до этого в Белом доме, и после этой встречи вы достигли большого прогресса. Отмечу, что Украина, конечно, не самое хорошее место для жизни, но она день от дня становится все лучше. Я слышал очень, очень хорошие отзывы. И хотя в предварительной программе визита украинского президента для этого разговора было запланировано всего 30 минут, Белый дом накануне заложил в расписание Дональда Трампа час и не ошибся. Это время выбрали до минуты. На сходе Украины, на окупованой территории миротворцев с мандатом Ради Безпеки Организации Объединенных Наций. Я подкреслю и наголошую украинскую позицию, которая предбачает мандат на всю окупованую территорию на сходе Украины, включая неконтрольованную билянку Украины-Российского кордона. Мы думали, что нашей главной целью деоккупация, восстановление суверенитета и как наиболее принесение мира на украинскую землю. Разговоры по поводу миротворцев на этой встрече посвятили очень много времени, как и военному сотрудничеству. Не зря ведь в украинской команде на этих переговорах, помимо главы МИДа и ведущих дипломатов, еще и начальник Генштаба. Военное сотрудничество на протяжении часа обсуждали очень детально, но по итогам этой встречи пока остается открытым вопрос, какое именно оружие Дональд Трамп согласует для выделения нашей стране. Сам Петр Порошенко, отвечая на вопросы американской прессы, сказал, уровнем военного сотрудничества с Соединенными Штатами более чем удовлетворен. Я могу сказать, что встреча, которая продолжала годину, была надзвучайно продуктивной. Мы слышали правильные плечи нашего друга и партнера. И могу сказать, что я, как президент, надзвучайно задоволен поточным, беспрецедентным пивнем спорта между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Буквально через час президент встречается с генсеком ООН. Разговор исключительно о будущей миротворческой миссии. И еще об одной миссии, наблюдательной, которую объединенные нации в самое ближайшее время должны направить на Донбасс. Американские дипломаты неофициально говорят, что в вопросе создания миротворческой миссии для Донбасса все ждали личной отмашки Трампа, личного решения главы государства. И теперь, когда после этой встречи зеленый свет, по сути, дан, все ускорится и ускорится в разы. Хотя, конечно же, решение не стоит ждать скоро. Бюрократическая машина ООН работает очень медленно. Так что речь не о неделях и даже не о месяцах. Скорее всего, о начале следующего года. Из Нью-Йорка Дмитрия Нопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Поправки. Третий день. Всю неделю народные депутаты рассматривают один единственный законопроект, который все пафосно называют судебной реформой. И сегодня снова посвятили и утреннее, и вечернее заседание замечаниям к документу. Хотя планы еще утром были грандиозными. Все подробности далее в материале. Главе Комитета по вопросу правовой политики и правосудию третий день подряд приходится часами стоять у трибуны с пачкой документов, реагируя на каждую поправку к судебной реформе. А их все вносят и все проваливают одна за другой. Миссия перескочить через тысячи изменений и добраться до пенсионной реформы кажется невыполнимой. Мы не можем скоротить рассматривать этих поправок, потому что, соответственно, Конституции, каждая поравка рассматривается как законотворительность народного депутата. А вот так решение должно принимать парламент. Это парламент в соседней зале. Мы не можем обмежить его. Едина возможность – это скорить рассматривать этих поправок. Можливо, депутаты, которые уже спостерегали за движением этих поправок, отказываются от них. Они хотят сейчас не рассматривать вообще правки до этих законов, про так называемую судовую реформу. И они хотят об этом сейчас все проголосовать, потому что в кулуарах парламенту за хабарей, за виткат из бюджета. Домовилися уже, по суті, за эту ганебную судовую реформу голосовать. Яким чином плануются закінчити розгляд сьогодні всех поправок, я собі не уявляю. Это только заборонить, тогда изменить полностью подход, заборонить депутатам ставить те или иные поправки на подтверждение. Работать это не можно, для того, чтобы взяти и перестрибнуть на пенсионную реформу. Обходить поправки решили, устроив депутатскую продленку. С утра спикер анонсирует ключевое голосование, предлагая работать без перерыва и до поздней ночи. И созывая депутатов в зал. Трижды голосование проваливали, потом опять ставили и опять отклоняли. Для мобилизации слово даже взял премьер. Вместе с министром соцполитики он второй раз зашел в сессионный зал. Бурно что-то обсуждал то с БПП, то с фронтовиками, то с радикалами, а потом обратился ко всем. Но и доводы премьера зал не убедили. Рабочий день нардепы так и не продлили. Идет сегодня обман общества. Обман общества в направлении выплаты пенсии. Уряд должен быть с учитыванием инфляции, с учитыванием цен, с увеличением пенсии еще на начале года. Тем более, что в бюджете закладывали дополнительные кости за учитывание инфляции. Цего не сделали. Мы ждали сегодняшнего дня и тем самым шантажуют сегодня депутатов и всех, кто причастен до этого процесса, что если не будет проголосовано, то не выплатят пенсию. Ну, больше синячного действия мы еще не видели. Премьер-министр сегодня своей постановой Кабинета министров может индексовать пенсии. Может поднять пенсии. Без никакого голосования парламенту. Почему он этого не делает? Что он ждет? Они сигнали 300 людей в зал и пусть голосуют поправки, которые сделают судочинство в Украине хоть трошки пролюдским. И пока депутаты меньшинства настаивали на своих поправках, на ДПК Алиции все так же искали способ, как их обойти. Но думали над этим и во время перерыва, отменить который тоже не смогли. Екатерина Лысенко, Александр Васильченко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Премьер не теряет надежду и уверен, есть еще шанс проголосовать за пенсионную реформу, чтобы с октября 9 миллионов украинцев смогли получить повышенные выплаты. Владимир Гроссман записал видеообращение к нардепам с призывом объединиться и сказал спасибо всем, кто сегодня голосовал за продление работы Рады. Ключевым вопросом является, чтобы поднять пенсию уже в середине, не в листопаде. Но если это решение будет и дальше затягиваться с украинским парламентом, мы не сможем это сделать в середине. Поэтому я приглашаю сегодня всех народных депутатов объединяться и ухвалить пенсионную реформу в первом пленарном течение, именно в начале желтня. Многие украинцы готовы идти на досрочные парламентские выборы. Таков вывод социологов. В Центре социсследований «София» провели опрос во всех областях Украины и определили политические симпатии граждан. Итак, если бы выборы состоялись в ближайшее время, больше всего респондентов согласны поддержать Батькивщину. Это 12% опрошенных. На втором месте оппозиционный блок за эту политсилу готовы проголосовать более 11% участников исследования. И замыкает тройку лидеров БПП «Солидарность» с рейтингом свыше 10%. Подавляющее большинство украинских граждан демонстрируют готовность участвовать в голосовании при проведении парламентских выборов. В частности, 36,4% респондентов указали, что обязательно будут голосовать в случае проведения выборов. Мы действительно у критической черты. Уровень недоверия и разочарования действиями власти крайне высок. Тем не менее, общество демонстрирует высокую степень терпимости. Очень явно проявляются социальные травмы. Кому недоверие, все равно обманут. Готовность переизбирать нардепов объяснима, по словам социологов, большинство украинцев на грани бедности. Согласно еще одному исследованию, 30% опрошенных признались, денег им хватает только на продукты. Чуть больше 40% могут покупать еще и недорогие товары. А 9% даже на еду не хватает денег. К категории обеспеченных людей можно отнести всего 2% населения. Безденежье вывело на акцию протеста сотрудников судостроительного завода имени 61-го коммунара. В центре Николаева люди перекрыли дорогу. Зарплату им не выплачивают уже больше трех лет. Общая сумма задолженности 60 миллионов гривен. Продолжит Кирилл Ющишин. Пушкинское кольцо, одна из самых главных дорожных развязок в Николаеве, перекрыто. Работники завода не планировали блокаду, но после того, как чиновники проигнорировали их пикет у облгосадминистрации, пошли на отчаянный шаг. Никто нам ничего не говорит. Только обещают письма, пишем. Толку никак. Полицейские пытались заставить людей прекратить акцию протеста. Не получилось. Выконуем жесты регулирования. Выконуем жесты регулирования. Увага, пешеходы. Затяните руку на тротуаре. Выконуем жесты регулирования. Предприятие задолжало сотрудникам немалые суммы от 70 до 150 тысяч гривен каждому, а всем вместе 58 миллионов. Мы требуем зарплаты, которые нам не платят 3 года и 2 месяца. Вся семья работает в заводе, мы вы зарплаты. Завод имени 61-го коммунара – это госпредприятие, которое входит в концерн «Украборонпром». С журналистами руководство предприятия общаться отказывается. Сначала АТО, а это уже более трех лет. Завод простаивает. Не производит ни оружия, ни военных кораблей. Лишь поддерживает на плаву недостроенный крейсер «Украина». Работники говорят, устали терпеть безденежье и голод. И готовы к радикальным акциям. Дорогу удалось разблокировать только после того, как приехал мэр города. Договорились вместе ехать в столицу добиваться правды. Завтра мы подготовим обращение, которое вынесло в нечеркную сессию городского сезона. Которую мы проголосуем. И вместе с инициативной группой я повезу его президенту. Работники завода согласились с таким сценарием, но предупредили, в случае, если их опять обманут, перекроют движение транспорта в городе до тех пор, пока не добьются своего. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал «Интер». Николаев. Очередной митинг под Нацбанком нардепа Вадима Рабиновича ознаменовался скандалом. Повысить оплату труда митингующим предложил украинский блогер Александр Барабошко. Об этом он заявил прямо с трибуны. Дискот, за людей обидно. Как это было, посмотрите. Цены выросли. На продукты выросли. На бензин выросли. А нам больше не платят. Даже вы, которые находитесь здесь, понимаете, что раньше платили 100 гривен, и сейчас платят 100 гривен. Как было раньше, так платят и сейчас. Раньше только это было 10 долларов, а сейчас это 4 доллара. То есть вы стоите здесь за 4 доллара. Это обращение одного из блогеров Александра Барабошко к митингующим под НБУ, которых собрал нардеп Вадим Рабинович. Барабошко даже посоветовал участникам этой акции, псевдовкладчикам, кричать поактивнее, чтобы им платили больше. Господин Рабинович, мы за вас. Мы требуем достойную оплату. Но платите нам хорошо, и мы будем хорошо за вас кричать. Толпа встретила речь блогера овациями. Поддержите меня? Спасибо. Подобные акции Вадим Рабинович проводит уже больше двух недель. Уверяет, приходит шеститысячная толпа, а на деле собираются не больше 500 от силы. По словам Рабиновича, на акции собираются обиженные вкладчики лопнувших банков, чтобы добиться отставки главы НБУ. Съемочная группа Интера провела собственное расследование. Мы рассказали и показали наглядно, кто стоит на таких сборищах. И выяснили, сколько стоят акции депутата Рабиновича. Цена одного часа стояния под НБУ 100 гривен. За три часа, соответственно, 300. Более того, группе наших корреспондентов удалось связаться с организатором такой массовки. В частном разговоре он озвучил прайс-лист. Оказалось, что, чтобы заказать на митинг тысячи человек, нужно выложить из своего кармана или из кармана спонсора миллион гривен. Итого, простая арифметика. Если, как утверждает нардеп, на его акции приходят 6 тысяч недовольных и стоят хотя бы три часа, то неделя у НБУ обходится в 12,5 миллиона гривен. А протестуют псевдовкладчики уже более двух недель. Сумма выходит под 25 миллионов. Факты незаконного обогащения другого нардепа, лидера радикала Волега Ляшко, установили в НБУ. Об этом заявил народный депутат, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. По его словам, Ляшко скрыл от государства два участка в Выжгородском районе, которые за ним числятся. Без всякого документального подтверждения у Ляшко появились в аренде дом и земля в поселке Козин. И это далеко не весь перечень нарушений в декларации о нажитом имуществе радикала. Лидер радикальної партии Олег Ляшко, народный депутат Украины, не вніс у свои декларации низку объектів, або вніс и не вказал точно площу, зокрема, нерухомостей. Псевдонародный, че псевдоборец за народні интересы, є сьогодні, згідно з цими дослідженнями, згідно з цими документами, мульти-мільйонером в доларах, у гривнях мільярдером. Действительно, наприкінці березня, за вказівкою специализованно-антикорупційної прокуратури, під їх процесуальним керівництвом, власне, здійснюються досудові розслідування, детективи зареєстрували кримінальне провадження за фактами і можливого незаконного збагачення народного депутата. Досудове розслідування ще триває. Нелля Штепа не надела браслет. Сьогодні в Харкові продовжили слушати її дело. Накануні Ленинський райсуд отпустила ксмара Славянська под домашній арест і обязав носити електронний браслет. Але на сьогоднішнє засідання вона приїхала без нього. Оказалось, що в славянському отделі полиції, куди явилась Штепа, такого девайса вообще нет. Полиція пообіщала, що об'язательно займуться цим вопросом. Напомню, бувшу градоначальницю арестовали 13 іюля 2014-го. Їе обвиняють в посягательстві на територіальну цілісность України і созданий террористической групи. Ранил чоловіка і спустя почти полгода получив свій пистолет обратно. Це о нардепі від Народного фронту Сергія Пашунська. Генпрокуратура вернула йому наградной глок, із якого він стрілял в Вячеслава Химикуса. В ГПУ говорять, вернули оружіе, тому що справа закрито. Тим временем, защита пострадавшого вже подала иск в Європейський суд по правам чоловіка. Тому чекати на рішення в цій справі можна впродовж року. Перед Європейським судом ми догодомо про те, що слідство було упередженим і працювало в інтересах Сергія Пашунського. Про це свідчить дуже багато фактів. Де сподіваємось, що суд констатує порушення, які були допущені правовою системою України під час розслідування цієї справи. Напомню, конфлікт між Пашунським і Химикусом произошел накануні Нового года. Нардеп выстрілил із наградного пистолета в ногу безоружному чоловіку. Вовремя допросов Пашунський постоянно путался в показаниях. То він якобы оборонялся, стреляє лёжа, то вдруг вспомнил, що відкрило огонь стоя. Следствие продолжалось полгода, але в итоге в ГПУ пришли к выводу, що Нардеп действував в целях самооборони. І уголовне дело закрили. А вот расследование убийства Павла Шеремета уже більше року топчется на місці. А тепері ще, як вияснили журналисты, нацполіція засекретила все решення судов по этому делу. Причем сделала це більше місяця назад, а известно об цьому стало тільки після запроса українських новин. В ответе госсуд администрації говориться, за секрети судебные постановления решили із соображений безопасности. На данный момент із открытого доступа пропало свыше 200 вердиктов. Ну вот поможет ли это следствию? Напомним, 20 июля прошлого года в центре Киева неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. Причастных к трагедии до сих пор полиция не установила. Нет даже единой версии произошедшего. Виктора Януковича сегодня продолжили заочно судить по обвинению в госизмене. Новый госадвокат беглого президента устроил в Оболонском суде столицы целое представление. Даже полицию вызывал. Зачем узнаем от Богдана Вербицкого? Около 15-ти ходатайств, 3 отвода и просьбы адвоката перенести заседание. В Оболонском суде столицы продолжили слушать дело о госизмене Януковича. В самом начале адвокат пожаловался на нехватку времени, чтобы изучить дело. Мол, месяца было недостаточно. Но в прокуратуре с этим не согласны. По данным правоохранителей, защитник экс-президента получил все материалы дела вовремя. Но вот взялся за него слишком поздно. После неудачной попытки перенести заседание, Гераско заявил о нарушениях. Мол, показания главного свидетеля записывали не на те устройства. И обвинил в этом секретаря. Судья решил, нарушений не было. И продолжил заседание. Это будет не суд, а судилищ. Дальше адвокат решился на крайность. Пригрозил суде полицией. Зараз выполняется криминальное правопорушение. Прорушение права на защиту. Я прошу сделать переград. Я хочу заявить в полицию. Звязываю с чинением криминального правопорушения судом. Жодное из моих вопросов, шановные суды, не задовольные. Наверное, на обвинение переградов. Думаю, что я сделаю вам. Судья отклонил и это ходатайство адвоката. Но слушание все-таки перенес на 27 сентября. А вот полицейские на вызов так и не приехали. Хотя до ближайшего участка 300 метров. Богдан Вербицкий, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер. Защита Александра Лавриновича собирается обращаться в ЕСПЧ и другие международные инстанции, если апелляционный суд не отменит решение о его содержании под стражей. Об этом сообщил Максим Лавринович и его сын адвокат. Напомню, бывший министр уже почти неделю находится в СИЗО. Александра Лавриновича подозревают в насильственном захвате власти. Но доказательств практически нет. На днях за него вступилась и украинская политическая элита. Подробнее в следующем материале. В прошлую пятницу прямо из зала суда Александр Лавринович отправился в Лукьяновское СИЗО. Министру юстиции трех каденций, известному адвокату и одному из основателей народного руха Украины вменяют совершение госпереворота. В 2010 году, когда он руководил Минюстом, страна вернулась в конституции образца 1996 года, что расширило полномочия президента. Такая новость удивила тех, кто работал и знает экс-министра уже несколько десятков лет. Украинский поэт и диссидент Иван Драч считает, что Лавриновича посадили только потому, что он не покинул родную страну. «Про то, что сделал Лавринович, что он, так сказать, отдал владу Януковичу, это очень смешно, через то, что каким образом он может это все сделать, какую бы он посаду не имел. Цим всем занимался, может, Конституционный суд, или какие-то другие структуры, государственные органы и претензии до них. Но я так думаю, что до Януковича далеко, а Лавринович близенько, то его хап и в уцегарню. И это просто неимоверно, что это у нас так легко и просто делается». Сын и адвокат Александра Лавриновича Максим уверяет, его отца посадили за то, что он отказался давать ложные показания. «В судовом заседании батько открото про это заявил. Так, от него требовали дать свидетельство против колешнего руководства государства, против депутатов, судов, сфальсификованные свидетельства для того, чтобы, очевидно, эту ситуацию каким-то чином раскрутить. И уявите себе, что нашли людину, министра юстиции, и говорят, что он винен в том, что это решение Конституционного суду, его подлегли в автоматичном режиме, без его распоряжения, подписи, опубликовали так, как это делают завжди. Опубликовали и выполнили. Какая перспектива у этого дела? Перспективы нет». Юридических перспектив не видят и политэксперты. Уверяют, дело против Лавриновича политическое, а сам арест называют отвлекающим маневром. «Для того, чтобы отвлечь внимание от дела по госизмене, придумали дело об узурпации власти. Так как единственный, кто присутствует в Украине и на сегодняшний день является Лавринович, то, по сути, его показательно и, скажем так, арестовали». Эксперты утверждают, Лавринович просто стал заложником политического процесса, ведь его арест не обоснован. Говорят, риски, названные стороной обвинения, не подкреплены доказательствами. «Все 30 лет, которые он прожил в Украине после революции, он был абсолютно законослухняным человеком. И у него нет никакого влияния на следствия, на суд. Я думаю, что было побоевание, что он покинул страну, но для этого может быть и домашний арест». Ходатайство в апелляционный суд адвокаты уже подали. Заседание должно состояться уже в ближайшие дни. Защитники также готовят обращение в международные инстанции, так как, по их словам, вера в украинское право после этого ареста подорвана окончательно. «Трагизм всей этой ситуации поляга в том, что батько опинился за гратами за решением суду. Решение суду выносится именем Украины. И та Украина, за которую он боролся, которую он для нас вами створил, сегодня садит его за граты». Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. В зоне АТО относительно затишье. С начала суток боевики трижды нарушили перемирие. Обстрелы закончились на рассвете. На Донецком направлении противник бил из крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Толковки и Павлополя. В обоих случаях армейцы открывали ответный огонь. На Луганском направлении враг стрелял на окраинах Донецка. В ход пошли гранатометы. Потерь среди украинских бойцов нет. Один к четырем. За освобождение 88 заложников Украина готова передать боевикам 313 человек. О последних результатах переговоров в Минске сообщила Ирина Гераченко, представитель Украины в трехсторонней контактной группе. Всего боевики удерживают в заложниках 144 украинца. И это не только военные, но и гражданские, захваченные по абсурдным обвинениям в шпионаже и других преступлениях. Украина пропонует негайно здесь нити. Звольнение нам удалось установить. 88 наших заручников из списка 144, где они находятся. И мы готовы передать за их звольнение 313 человек, для которых позволяет украинское законодавство. Это подробности и далее в нашей программе. Язык до сессии доведет. Закарпатские депутаты попросили президента не подписывать закон об образовании. Отчего именем? Громкий Новый год. В Умане взорвалась граната. Пострадали хасиды. Теракт или хулиганство? Не подписывать закон об образовании просят президента, депутаты Закарпатского облсовета. По их мнению, документ нарушает права национальных меньшинств. Впрочем, согласны с этим не все. Сторонники закона устроили под облсоветом митинг. Марина Коваль выслушала обе стороны. С самого утра здание облсовета в оцепление полиции. Местные депутаты собрались на очередную сессию. Один из вопросов – обращение к президенту не подписывать закон об образовании. Сказать «нет» пришли активисты. В здание их не пускают. У полиции есть информация, что готовятся провокации. Мы считаем, что это антидержавная деятельность. И мы хотели закликать депутатов областной рады не стати на шлях антигорийской деятельности. Пока активисты пытаются прорваться через кордон полиции, сессия начинается. Обращение ставят на рассмотрение первым. Замглавы облсовета «Этнический венгр» говорит – новая реформа образования нарушает Конституцию. Обращение к президенту депутаты принимают. Уверяют, они не требуют витировать закон целиком, а просят, чтобы над ним еще поработали специалисты и учли права нацменьшинств. О том, что документ далек от совершенства, говорит и губернатор Закарпатия. Если эти правки не будут внесены, то Рада Европы, все равно кто-то пошел их в Венецианскую комиссию, или пошел их в Раду Европы, и там их забракуют. В таком виде закон не можно выпускать. Он забракуется международными организациями. Активисты попали в здание облсовета уже после того, как обращение к президенту было принято. В фойе развесили плакаты и разошлись. Депутаты же продолжили рассматривать насущные вопросы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Из регионального бюджета населенным пунктам Киевской области деньги будут выделять путем предоставления субвенций. Об этом во время заседания заявил губернатор Александр Горган. По его словам, прямая передача денег на места исключит коррупцию. Ведь в результате последней масштабной проверки губернатора и областного прокурора выяснилось, что на строительство объектов области выделялись очень крупные суммы, но по факту никаких работ не проводилось. Хищение выявили на сотни миллионов гривен. Отныне, по словам Горгана, областная госадминистрация будет определять, куда и сколько средств направлять на места. Сегодня была проведена процедура прозорого и понятного принципа распределения денег областного бюджета, при которой каждый городский и сельский глава имеет возможность четко понять, на какой уровень финансирования он может рассчитывать. Переваги такого подхода очевидны. В первую очередь, это гарантия нулявых коррупционных рисков через особистую мотивацию сельского, селищного и городского главы сделать для громады объект, который по факту является свидетельством его эффективной работы. В Виннице из-за споров частной компании и областных властей могут остаться без тепла медгородок, несколько больниц и специализированный дом малютки. Фирма уже пятый год исправно отапливает этот район, но месяц назад срок аренды на помещение и землю под котельную истек, а местные власти не спешат его продлевать. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. Главврач Винниского специализированного детдома лично инспектирует каждую группу, все ли у ее подчиненных в порядке. Здесь более сотни сирот, да еще и с особыми потребностями. Кроме любви и тепла воспитателей, малышам необходимо тепло и в их комнатах. Но накануне отопительного сезона Надежда Марковна уверена, все будет в порядке. Два года назад детдом заключил договор с частным поставщиком тепла. В частном они подают это тепло. Зимой у нас очень тепло и комфортно. Иногда бывает так, что мы гигокалории немножко уменьшим, потому что бывает даже жарко, 25-27 градусов. Эта частная компания подает тепло не только детдому, но и на весь Винницкий медгородок. Среди клиентов котельной 14 лечебных учреждений. На рынок организация зашла 5 лет назад, взяв в аренду у областных властей помещение старой котельной. С тех пор тут все изменилось, говорит директор. Систему отопления полностью компьютеризировали и поставили новый твердотопливный котел. Но будущий отопительный сезон у компании оказался под угрозой срыва. Срок договора аренды на помещение, землю и использование теплосетей закончился месяц назад. Соучредитель фирмы уверяет, заявки на продление договора они подали заблаговременно, но областные власти до сих пор молчат. Договоры с компанией чиновники не продлевают, а вместо этого за несколько кварталов начали реконструировать еще одну старую котельную. Областному бюджету реконструкция обойдется почти в 10 миллионов гривен. Профильный заместитель главы обладминистрации уверяет, просто обустраивает альтернативный источник тепла для медучреждений. А заявки на продление договоров уже лежат на рассмотрении в облсовете. Я знаю, что предпринимательство вернулось до областной ради, и это вопрос сейчас на рассмотрении в областной ради. Так что тут тоже я не вижу никаких коллизий. Не на камеру чиновник сообщил, документы депутаты могут рассматривать не одну неделю. Но пообещал, срывы отопительного сезона в медгородке власти не допустят. Леонид Аборин, Сергей Костюк. Подробности телеканал Интер. Винница. Взрыв в Умане. Ранены граждане Израиля, подросток и его отец. Напомню, в этом городе хасиды отмечают сегодня Новый год. Помощь им оказали на месте, от госпитализации оба отказались. По предварительным данным взорвалась граната. Скорее всего, ее выбросили с балкона одного из домов. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Впрочем, рассматривают и версию теракта. Выбух был біля гаража. Не в гаражі, біля гаража. Тобто, пошкожено гараж и уламками цього выбухового... Ну, предмети, які выбухнули, скажем так, получається, отримали целесні шкоження дві особи. Відповідно до вылечених речових доказів буде проводена відповідна експертиза и буде встановлено, саме як цей предмет там туди впадав, його кинули, чи він там лежав. Самські чиновники запретили крестный ход. 14 октября в Покровпі Святой Богородицы веруючі планировали пройти к разрушенному Покровському храму, щоб помолитися о мире. Шествия проводять кожний год, но в этот раз чиновники решили інакше. Почему? Светлана Шекера расскажет. Прихоженка Оксана вспоминає, як два года назад була участницей крестного хода. Шли от Спасопреображенського храма до Покровського. На місці разрушенному храму проводять служби. Люди моляться за мир, за благоустроення в нашому государстві. Це соборна молитва, она имеет крепку силу, і Господь защищає наш город від всяких бедствий. В цьому году в епархії планировали провести целых два крестных хода. 14 октября на Покров Богоматери і 22 октября в праздник Корсунской іконы Божьей Матери, Покровительниці Сум. Але після того, як заявка о готовящемся мероприятии попала в мэрию, її решили рассмотреть члены исполкома. В итоге чиновники проголосовали против церковних шествий. В Сумській епархії о рішенні узнали із СМІ і считають його незаконним. Ведь епархія должна лишь уведомить городские власти о планируемом мероприятии. Городського совета принимает такие незаконные решения вопреки 39-й статьи Конституції Украины, вопреки другим законодательным актам. Исполком в данном случае является продолжателем дела большевиков, которые разрушали, уничтожали, распинали, оплевывали наши христианские народные святки. Но верующие уверяют, несмотря на запреты, крестный ход они все равно пройдут. Антикоррупционному прокурору пытались дать взятку судьям. Предлагали 300 тысяч долларов, написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Хотели, чтобы Назар Холодницкий закрыл дело, которое ведет против них САП. Это двое судей из Днепра, причем один из них председатель суда. Оба задержанные грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Звездные носки от канадского премьера и суперскоростной поезд в Китае. Об этом и не только в нашем обзоре. Премьер-министр Канады Джастин Труйдо продолжает удивлять оригинальные одежды. В этот раз на бизнес-форуме в Нью-Йорке он появился в носках с Чубакой из «Звездных войн». То, что он неравнодушен к звездной эпопее, демонстрировал и раньше, придя на одну из официальных встреч в носках с изображением дроидов. Впервые на его пристрастие обратили внимание благодаря фотографии, которую опубликовала в Инстаграм канцлер Германии Ангела Меркель. Тома Круза обвинили в гибели двоих пилотов на съемках фильма «Сделано в Америке» в 2015 году. По словам родственников погибших, актер поддерживал режиссера Дага Лаймана, когда тот увеличивал съемочный день, заставляя пилотов летать больше, чем было запланировано. В результате двухмоторный самолет потерпел крушение в горах Колумбии. Двое летчиков погибло, а третий получил серьезные увечья. Отложенный на 6 лет рекорд пассажирских железнодорожных перевозок все-таки установили в Китае. Поезда нового поколения «Фусин» отныне будут курсировать между Пекином и Шанхаем 7 раз в сутки со скоростью 350 км в час. Теперь 1250 км из Пекина до Шанхая можно будет преодолеть чуть больше, чем за 4,5 часа. Это на полтора часа быстрее, чем раньше. Цена в зависимости от выбранного класса колеблется от 85 до 270 долларов. Это все новости к этому часу. Завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok